Ну что, начнем. Привет! С вами Димас. И это второй мой видеообзор, как я и обещал. Снимаю его в центр Барселоны. Я просто шел вперед, потому что здесь не так шумно, как на главной улице. Мы находимся почти что в самом центре Барсы. И как? Начнем, наверное, с приветов. Первый, наверное, привет передам, конечно же, своей любимой девушке Эле. Не скучай, все хорошо. Я очень сильно люблю. И очень скоро мы с тобой увидимся. Также привет передам своему брату Артуру. Вот. И его девушке Лизе. Пис. Все отлично. Алан, тоже тебе привет отдельный. Егорке привет. Вот. Отдельный спешл привет, как я и обещал, передам Алексу, Кирюхе. Вам тоже. Здорово. У меня все хорошо. Вот. Ну, так как Барса, конечно же, является футбольным городом, но как бы я сам лично не являюсь как бы особым таким фанатом футбола, но отдельный футбольный привет передам, конечно, Максиму и Эрику. Ребята, все хорошо. Вот. Ну, также привет в Вану передам и всем Таленсам. Сейчас, в принципе, ребят, конечно, можете меня извинять. Всех как бы не вспомню за раз. Но я жив, здоров, у меня все хорошо. Вот. Отдыхаем здесь. И начнем, наверное, свое такое мини-путешествие. Я как бы это видео, наверное, разделю на три части, потому что как бы в одно это уложить все тяжело, потому что все те достопримечательности, которые я хочу вам показать, они находятся в разных как бы частях Барселоны, потому вам придется как бы разделить это все на три части. Сейчас, короче, пойдем тогда на такую самую тусовочную улицу, на самую-самую такую тусовочную улицу Барселоны. Это Ла Рамбла. Она находится вот там, дальше, впереди. Вот. Где статуя такая здоровенная, с таким чуваком наверху. Вот. И сейчас мы как бы направляемся именно туда. Я не знаю, как меня видно, потому что я и так, мне сегодня с погодой на самом деле подпортило, потому что солнце сильно очень было вчера там. Нереально было вообще на улицу выйти. А сегодня как-то так солнышко немножко за тучами спряталось. И есть как бы возможность как бы, ну, выйти и нормально как бы снять. Вот. Ну, что я могу сказать? В принципе, Барселона офигенный город, движуха. Чем темнее здесь становится, тем больше народу выползает. Сейчас, как я и сказал, что мы находимся, ну, в самом центре Барселоны. До этого, которое я делал короткое видео, это было на Виа Олимпика, там, где два больших небоскреба находятся. Но это как бы просто одно тусовочное место. Там, где там клубы, рестораны находятся и все дела. Там обычно всякие такие зажиточные люди тусят, богатые. Вот. А как бы туда, куда мы сейчас идем, это как бы главная улица вообще Барселоны. Называется она Ла Рамбла. И она как бы делит Барселону, как бы режет на две части. И заканчивается где-то в середине Барса она. Ну, даже не в середине, чуть поменьше она как бы. Вот. Ну, там больше всего туристов находится, вот. И люди как бы гуляют, отдыхают. Здесь все офигенно. Что по поводу цен, ну, как бы на питание, как бы мясо, наверное, дороже, чем у нас в Эстонии стоит. Вот. Как бы морепродукты намного-намного дешевле. Здесь как бы сам Лисон покупал морские эти, как бы королевские креветки. Вот. Они вообще там 5, 6, 7 евро килограмм стоят. Вообще копейки на самом деле. Вот. Ну, что с... Сигарета там, наверное, евро дороже, чем у нас. Ну, пачка 4,65 где-то так евро стоит. Вот. И... Ну, не знаю, алкоголь. Алкоголь, наверное, тоже такие же цены, как у нас в Эстонии. В принципе, там банка пива 1 евро стоит, ну, может, 1 евро в базе, ну, максимум. Кто там, по-моему, хороший. Вот, куда мы пришли, это, в смысле, самое такое... Ну, уже самое такое сердце Барсы. Вот. Такое движло. Я просто не знаю, слышно меня, не слышно. Я сам себя, как бы, вообще не вижу. Вот, подражение. Вот. Могу показать вам. Это вот такая одна из самых главных таких статуй в Барселоне больших. Вот. Она вот здесь, как бы, находится. И тут, как бы, обычно все люди набивают друг другу стрелку, где встретится вот эта статуя. Как она называется, на самом деле, я не знаю. Вот. Но, в общем, как бы, все движло происходит здесь. В общем-то, вот, да. И вот, куда мы сейчас направляемся, это, в принципе, и есть, как бы, самый вот центр. Вот эта улица, которая, я говорил, что она делит Барселону на две части, режет. Вот она, Ла Рамбла. Вы можете, как бы, я, ну, как бы, от себя, наверное, поверну просто видео. Я не супер профессиональный блогер, у меня не супер офигенная там камера, у меня просто айпады снимаю. И, как бы, как можно детальнее вам все покажу. Вот эта вот улица, где вот эти все туристы отдыхают. Вот. А она вот находится, в принципе, вот здесь. Вот она и идет. И она вот идет прямо до Плаза Каталония. Плаза Каталония – это площадь центральная в Барселоне. Там вот, где все шоппинг-центры находятся и всякая там вообще остальная ерунда. Вот. Ну, а так здесь, конечно, офигенно. Вот тут я перейду сейчас улицу, секундочку. Я вам покажу все. Здесь вот всякие экспозиции такие красивые. Тут вот мужчина такой, смотрите, я вам сейчас покажу вещь офигенно, как статуя выглядит. Вот его, показать, если вы его увидите вообще. Вот. Сейчас, секундочку. Вот, вот здесь. Вот. Это как бы... Это... Это Галилео Галилей, как написано. Вот. Ну, ученый, наверное, как я... С древней историей я не особо дружу, но как... Ученый, я не знаю, там, астролог, кем он был. Вот. Ну, и вот все тут на этой улице люди вот фотографировались с этими вот мимами и с всякими остальными вот такими интересными персонажами. Вот. Так что вот, в принципе, эта улица и есть. Это Ла Рамбла. Вот она тут. Все как бы тусуются, как бы гуляют, отдыхают. Тут народу вообще просто море, нереальное количество. Вот. И это на самом деле еще мало, потому что... Вон чувак прошел, у него на маке был Торн нарисован, видно, фанат Марвела. Не знаю. Вот. А так это еще на самом деле здесь мало народу, потому что если так как бы взять, если так взять, то вечером здесь намного больше, намного больше людей, намного больше. Раз в два, в три, наверное. Вообще не пройти. Так вот днем пришел, сейчас понедельник. Это большинство на работе там, не знаю. И такие вот дела. Не знаю, как, конечно, видео получится, потому что на самом деле себя в камеру вообще почти что не вижу, мне лицо черное, блин. Ну, это видно, наверное, как бы отсвечивает, вот. По поводу вообще как бы проживания в Испании, я ничего не могу сказать, потому что как бы, ну, я не считаю как бы Барселону вообще как бы таким как бы своим городом, где я могу жить. Это для меня как бы vacation city, это для меня город, где я буду отдыхать, как бы всегда. Потому что испанского я не знаю, а работа без испанского здесь тяжело очень найти на самом деле. Чисто так, как бы впахивать, как бы здесь очень как бы тяжело физически. Здесь очень такой непосильный труд. Вот. Вот тут такой чувак тоже. Вот. Такое как бы как ковбой с лассо. Вот. Но как я пообещал, это видео будет намного длиннее, чем прошлое. Это видео уже вот сейчас у меня вот на 8 минут. Прошлое было на 2 минуты. Я хочу где-то минут хотя бы 15 вам заснять все, показать, что да как. Может быть, вы получите до пласта в Каталонии дойти с вами. Вот. А по поводу, да, еще что я продолжу свою мысль по поводу проживания, да, в Испании. Вот знакомые, кстати, у меня вот летали отдыхать в Италию. Кстати, привет, Дима. Привет, Снежанна. Это вам тоже такой отдельный привет. Вот. Они летали отдыхать как бы в Италию, в Италии отдыхали, у них там тур был. И они говорят, что офигенно посмотрели. И как бы им Италия понравилась больше, чем Испания. Лисис, я не могу никак оценивать, потому что я в Италии не был, но я как у родителей спросил. У меня отчим как бы он 20 лет в Милане прожил. И вот сейчас как бы можно сказать, что он в Барселоне. Он говорит, что ему больше нравится Барселона, как бы, ну, чем Милан. То есть как бы Испания его привлекает в плане проживания именно, в качестве туризма, в качестве проживания его как бы Испания больше привлекает, чем Италия. Не знаю, я бы тоже, конечно, в Италии побывал бы с удовольствием. Может быть, как-нибудь и получится это сделать. Вот. А так как бы, ну, не знаю, в принципе, тут как бы погода офигенная, климат офигенный, фрукты очень вкусные, тоже очень дешевые. Как бы можно даже, если подальше от проезжей части, здесь можно как бы и срывать как бы апельсины, персики там растут. Винограды я даже видел, как бы сам как бы кушал. Вот. Еще там была как бы, ну, такая тема, что все думают, что испанцы пьют очень много вина. На самом деле это как бы ложь, это неправда. Испанцы, они вино вообще не пьют, почти что я не видел. Как бы все вино, что производится в Испании, оно идет на экспорт, на экспорт. А сами испанцы, они как бы, как я вижу везде, они все пьют пиво в основном, или минерал. Здесь как бы такой фактор действует в Испании, что здесь как бы либо лучше вообще не пить, либо выпить очень много как бы нужно сразу, потому что, ну, где-то в промежуточном состоянии начинается как бы такая тема, что начинает рубить, спать как бы. То есть, не знаю, у меня как-то вот так вот было. Вот. А так, в принципе, вот сейчас я вот тут в тенек зашел. Не знаю, себя я как бы, опять-таки, говорю, что не очень хорошо вижу. Вот. Но, не знаю, вот тут я вот флаг конфедерации где-то тоже вот тут недалеко покупал в магазине. Тоже, в принципе, за копейки сколько он на 15-20 евро стоил, недорого. Вот. А так, в принципе, лететь в Барселону тоже недорого. Можно снять какие-нибудь апартаменты, ну, типа там, я не знаю, какой-нибудь европейское общежитие там с евроремонтом. Тоже не вопрос. Билет около 100 евро по лету в Барселону, то есть, это как бы, я думаю, что не должно ударить особо по карману, если ты полетишь, допустим, за 150 евро туда-обратно, как бы. Вот. И как бы вот так вот, да. Я думаю, что, наверное, что еще вам сказать, даже не знаю. Ну, вот я выбрался как бы в центр, вот гуляю здесь по центру. Вот я не знаю, вообще слышали меня или нет, потому что люди, я говорю, тут так, блин, галдят все, что, ну, вообще. Я иной раз сам себя плохо слышу на самом деле, вот. Сейчас нахожу где-то в пяти километрах от своего дома. Вот. Я думаю, что я, наверное, еще сегодня, как я хочу из нескольких частей сделать, я, наверное, еще выберусь, наверное, в национальный парк Барселоны Королевский, который находится рядом с моим домом. То, что мне очень как бы повезло. Вот. И там уже как бы продолжу, наверное, свое такое вам видеопутешествие, как бы вот. Видеоблог заводить не буду, просто ВКонтакте на стену скину, смотрите. Я думаю, вам будет интересно, в принципе, кто просил меня снять. Это как бы лично для вас. Так что люблю вас, всех целую. И всего вам самого наилучшего. Не скучайте. Таллину привет. Всего хорошего. Продолжение следует.